прошли сутки как я уже размял сливки уже прекрасно пахнет аромат начинается брожение но из-за того что слива густая и мало в емкости еще не так все активно и в помещении у меня холодно помещение примера температура около 19 градусов поэтому я сейчас хочу перелить сливы в одну емкость чтобы их количество увеличилось и таким образом я думаю будет пить их саморазогрев быстрее и температура поднимется вот здесь уже видно начинается потихонечку пенится и водички я думаю стоит чуть-чуть будет добавить хорошая сладкая сливка но вкус напряжения почти почти не слышно попробую здесь да нужно добавлять воды влезет нет не влезет поэтому не буду я пересыпать одну в одну добавлять до теплой воды и опять пусть бродит теплая фильтрованная вода температурой около 45 градусов если у вас помещение и бродит будущее сливовое вино теплая у вас уже должно активно начаться брожение вот стало пожиже так же как вчера сначала она была жидненькая потом начинает густеть потому что выделяются в жидкую среду все вещества из сливки обогащают будущее вино поэтому опять сусло становится густым это нормально не переживайте о том что здесь есть косточки и сливы синильная кислота из них перейти не успеет и ее здесь не так много как в абрикосовых косточках если немножко и будет во вкусе приятного миндального аромата я думаю вину пойдет только на пользу еще немножко все равно густовато итак за вчера и за сегодня я вылил 6 литров фильтрованной воды обе емкости с суслом третий день вот такое изобретение я придумал одеялка и поставил емкости на пенопласт интересно что здесь у меня получилось ухты красота отлично большое спасибо мне что я не перелил все в одну бочку потому что выросла уровень сантиметров на 20 это прекрасно и там же друзья здесь где то есть мой черпачок которым я мешаю ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй сусло сантиметров на 10 то есть прекрасно пошло брожение активно это очень хорошо если у вас помещение было теплее то у вас такая картина уже должна была быть вчера когда попадается вот такая не раздавленная сливка ее нужно раздавить а потом еще и съесть но еще рано потому что она еще не такая пьяная как хотелось бы перемешиваю уже четко видно что потихонечку начинается расслоение густой части и жидкой это то что нам нужно это первая фаза называется бурное брожение сейчас дикие дрожжи какие были на поверхности фруктов начинают работать сусло вот так активно пенится и шипит несколько дней пройдет это плотная шапка сверху соберется я ее уберу а ведь весь тот сок который остался мы будем его сбраживать дальше и как это будет происходить вы узнаете сейчас я хорошо перемешиваю вот так перемешивать нужно несколько раз день потому что сейчас я расскажу почему смотрите вот эта верхняя часть самой шапки она уже темненько окисляется если я не буду перемешивать часто и интенсивно то не будет доступа кислорода и здесь без доступа кислорода начнется уже уксусное брожение это будет плохо поэтому нужно все время перемешивать чтобы шапка не задыхалась не заванивалась и не прокисала вот третий день брожения слив сливового сусла или сливочного еще я думаю день-два и будем снимать с осадка если вдруг так получилось что у вас брожение началось раньше и более активно то завтра если уже четкое разделение гуще и жидкости вас произошло нужно все это аккуратненько собрать гущу убрать и пока ее не выбрасывать я скажу что с ним можно сделать дальше а жидкость перелить в отдельную емкость для брожения и поставить гидрозатвор друзья я показываю как сделать вкусное вино и сливы быстро правильно и без добавления спирта поэтому смотрите мои короткие видео подписывайтесь на мой канал ставьте вот такие огромные лайки увидимся через день то есть послезавтра